Для этого это не победа, это будет лотерея везло. Я советую, что Азербайджан понимал это, что армянские страны есть люди, которые понимают, что это лотерея, но эта лотерея долго не может играть. Если он себя будет нагло вести, может его просто снова научить. Для этого я говорю, что если Азербайджан не хочет еще третьей фазы войны, надо аккуратно сейчас не то что Турцию за уши потянуть туда, подписывать, чтобы крешовать себе, а сесть реально на стол переговоров, понять, что армяне там жили, живут и будут жить слишком долго. Для этого надо идти реальными шагами, а не то что сказать, что нету карабахского вопроса, нету карабахского вопроса, завтра можете вы получать такую Карабах на вашем территории, что вам даже не снится. Этот парень пиздец какой тупой! Я не то что громче слова там хочу, чтобы кого-то пугать и так далее, нет. Я не хочу, чтобы была война снова. Я просто говорю, надо, чтобы Азербайджан спускался на землю и шел бы на реальное то, что этих людей, этого народа имело до того, как вошел Азербайджан, как вышел из Азербайджана, вернули ему. А ты-то хоть сам веришь в тот бред, который все время несешь? В противном случае это третья фаза войны, а это ни к чему к лучшему для Азербайджана точно не будет на этот раз. А то, что Турция и так далее, нам-то какая разница, какой солдат турецкий, стамбулский, анкаринский или бакинский в танке сидит или в автоматах в руках идет. Мне кажется, осталось понять, что вы там у себя курите. Кто бы не был оттуда, в первой войне то же самое они имели. У нас были и пленные, у меня лично были пленные из Турции, из Афганистана, из Чечни, из других регионов. Что забыли они об этом. Это вот, не надо просто вот, две народы будут все равно с соседями жить. Надо понять, идти на решение этих вопросов. Если поймет Азербайджан, то будет лучше. Не поймет, то что поделать. Вот вы, блядь, где вы, сука, такие рождаетесь, полупидоры, блядь, ебучие, сука, блядь, я тебя захуярил, понял? Ну, конечно же!